Давайте перейдем к третьей компоненте, необходимой компоненте агрофункционала. Это участки. Как видим, справочник пуст, ни одного контура нет, поэтому нам предстоит его создать. Информации по участкам у меня нет, и для того, чтобы определить, на каком контуре, каким устройством выполнялись какие-то сельскохозяйственные работы, я попробую построить отчет, просто обычный отчет по поездкам. И по трекам определить, когда и какой участок обрабатывали. Выбираю стандартный отчет, комплексный отчет по объекту, шаблон которого называется пробег стоянки заправки сливы. И в качестве объекта выбираю МТЗ 0827. Я выбрал объект. В предварительном отчете я видел, что было множество треков за 26, 27 и 28 марта текущего года. Поэтому я задаю диапазон с 26 по 28 марта. Через кнопку выполнить я добиваюсь отображения треков на карте. И изображение, сделанное со спутника, мне дает основание предположить, что вот на этом участке действительно производили разброс органических удобрений. Аргументом в защиту того, что я правильно предположил, являются вот эти изображения. Ангаров ферм. Наверное это так. И рядом с фермами находятся карты. Я так думаю, что именно это карты отстойников для органических удобрений. И из этих карт, судя по трекам, МТЗ выбирал требуемые органические удобрения и разносил их по вот этому участку. Но, как я сказал, в справочнике участков ни одного контура нет. Поэтому для того, чтобы мне построить обработку по этому участку, я вынужден его создать. Через кнопку создать, я захожу в мастер создания участка, задаю имя. Условно я его назвал участок между фермами. Культуру не знаю, какая там культура. В качестве описания даю первая обработка. Обращаю внимание на то, что изначально ни периметра, ни площади участка значений этих нет. И как только мы этот участок отобразим, система автоматически внесет данные по этому участку. Итак, я начинаю создавать участок. Благо контур тут не сложный. По отображению я дважды щелкаю мышью. По отображению участка. Собственно, по его фотографии. И идя по периметру фотографии, я обрисовываю контур. Причем здесь можно сделать увеличенный масштаб. Дальше мы в дальнейшем скорректируем линию контура. И таким образом, вот такой игольный проход, мы можем достаточно точно вручную отобразить контур. Карту можно перетаскивать. На ровных участках можно сокращать трудоемкость, увеличивая разбег между точками. Так. Вот так, так. Ну, условно, отобразим его вот таким образом. И немного, немного я ушел в лесополосу. Сейчас мы увеличим масштаб. И слегка перенесем узлы контура. Попутно скажу, что контуры участков можно создавать различными способами. Вот в данном случае я создаю простейшим ручным способом. А, как мы видим, в мастере есть возможность создать участок из файла или участок из трека. Из файла вариант, если вы объезжаете контур с помощью курса указателя какого-то более точного, ну, например, прибора Trimble. Участок из трека, это если вы объезжаете участок с обычным прибором с трекером, установленным на транспортном средстве. Это может быть даже автомобиль Niva или УАЗ или любой трактор. И затем этот замкнутый контур вы можете зарегистрировать в качестве контура участка. Или множество контуров замкнутых, которые составят библиотеку ваших участков. Итак, контур замкнут у меня. Вот давайте посмотрим, как это выглядит более масштабно с уменьшенным изображением. И после того, как я нажимаю на кнопку сохранить, Участок, первый участок попадает в качестве экземпляра нашей библиотеки участков. Обращаю внимание на то, что Сразу же после создания отобразилась его площадь. И в контуре участка у нас есть два устройства, два объекта. Один Джандир 7830 и один трактор. Это наш как раз трактор МТЗ 0827. Да, он-то нас и интересует. Скажу, что качество треков, если их рассматривать в качестве обработки. Ну, условно можно сказать, что это обработка. На самом деле считать это качественной обработкой я бы не решился, например. Но в качестве примера, чтобы привести пример разброса органических удобрений, вот можно использовать этот вариант. Итак, мы с вами создали участок. И у нас появились все три необходимых компоненты для создания обработок. Давайте повторим. У нас есть объекты, которые могут делать сельскохозяйственные обработки. У нас есть прицепы, с помощью которых выполняются сельскохозяйственные обработки. И у нас появился участок. Эти три компоненты являются необходимыми условиями для создания сельскохозяйственных обработок. Сельскохозяйственных обработок. Продолжение следует...